Стрит-арт может удивлять, вдохновлять и даже заставлять задуматься. Он даже может изменить реальность так, что захочется остановиться и присмотреться к нему получше. В этом видео я покажу вам самые креативные и поразительные примеры стрит-арта из разных стран. Эта работа в Эклстоне в Англии художника My Dog Size сначала кажется просто каким-то абстрактным граффити, но нужно присмотреться к нему. При внимательном рассмотрении можно увидеть отражение самого художника в огромном зрачке. Последние пропали из списка – это стрит-арт, который находится в Афинах. Он меняет взгляд зрителя на экзотичных людей и животных. Человека, который смотрит на рисунок, как будто изучают, словно зверя в клетке. Эта граффити заставляет выглянуть за пределы человеческого аквариума. А эта работа находится в Харькове. Она расположена на стене дома и показывает утрату самого себя в беспокойном мегаполисе. Гигантский портрет Дэвида Боуи расположился прямо над подземным переходом. Это инсталляция от Trulli Design в метро Нью-Йорка – совместный проект, созданный Spotify и Бруклинским музеем в честь жизни и творчества знаменитого певца. Эта граффити в Глазго создал знаменитый художник Смаг. Он нарисовал его с помощью аэрозольных баллончиков. На рисунке гигантская женщина роется в настоящем мусоре, который находится за забором. Получается интересная перспектива. Дуэт Оз Джемиос, что значит «близнецы», нарисовал этот огромный стрит-арт в Лиссабоне в Португалии. Яркие цвета и желтокожие персонажи – это характерный стиль братьев, и они заметно оживили район своим рисунком. На этом граффити из Йоханнесбурга изображены апатичные и печальные животные. Художник так хорошо задействовал архитектуру, что кажется, будто они находятся в клетках. Автор, Роа, посвящает свои необычные работы животным и жестокому обращению с ними. И еще одно граффити Роа в Атланте изображает аллигатора, хвост которого лежит прямо на лестнице. Благодаря этому кажется, что этот рисунок объемный. Легенда великанов – это любопытная работа Наталии Рак в Ричмонде. Теперь дерево кажется не таким большим. Этот стрит-арт в Лиссабоне – одно из самых креативных произведений, что я видел. Художник Виллс использует уникальный метод. Он не красит и не рисует, а вырезает изображение в бетоне. И в результате получаются вот такие портреты. Этот потрясающий рисунок Козима Чионе в Италии тоже кажется объемным. Чионе очень остроумно использовал пространство. Такой великан, выползающий из туннеля, может сильно напугать прохожих. Художница Кристин Стайн из Сакрамента в Калифорнии создала необычный и красивый портрет принца. Куст идеально обрамляет лицо певца, создавая прическу из цветов. Вот еще один объемный рисунок. Художник припарковал монстр-трак прямо в многоэтажке. С помощью теней перспективы автор создал очень крутую иллюзию. Кажется, что прямо на этой улице сейчас начнутся гонки гигантов. А этот стрит-арт изображает открытый рот, готовый проглотить пилюлю. Сначала рисунок удивляет, а чем больше к нему присматриваешься, тем более странным он кажется. Джулиан Бивер – это художник, который создал множество объемных рисунков, сделанных прямо на асфальте. Правда, объемными они кажутся только с определенного ракурса. Бивер устанавливает камеры на нужной точке, чтобы зрители могли увидеть иллюзию. Вот несколько самых примечательных его работ. На этом рисунке в Кёльне гигантская амфибия выглядывает из воды и смотрит прямо на людей, которые стоят или сидят на кувшинке. А если человек присоединится к другой сцене, созданной Бивером, то покажется, что в люк течет настоящая вода. Из-за отражения ряби эта оптическая иллюзия выглядит очень реалистично. Этот рисунок Бивера в Глазго сработает только из одной точки. На самом деле он сильно искажен. На этом фото Бивер и его рисунок как будто создают друг друга одновременно. Такая реклама определенно поразила прохожих. Ее тоже создал Бивер. Он нарисовал бутылку шотландского виски, которая как будто бы утопает в тротуаре в Хитроу. Это одна из самых драматичных работ Бивера. Называется подземелье. На ней люди пытаются сбежать из камеры со скелетами и тянутся к прохожим с отчаянием и страхом на лицах. Оптические иллюзии воды – одна из главных тем стрит-арта Бивера. В этой работе лодка плывет по пруду. Люди могут сесть на лодку. И будет казаться, что они выглядывают из нее. Благодаря участию людей работы Бивера по-настоящему оживают. На этом граффити Бэтмен и Робин карабкаются по горящему зданию, чтобы спасти человека, который сидит на выступе. Из-за глубины на это даже немного страшно смотреть. Автор этого граффити в Сент-Этьене, Оук-Оук, превратил обычную металлическую ограду в часть своего рисунка. Благодаря маленькому мастеру боевых искусств, поврежденная ограда теперь выглядит намного интереснее. Сверху эти мишки, нарисованные Леоном Киром, выглядят очень аппетитно. А вот прохожие видят их искаженными. В случае с такими граффити очень важен правильный ракурс, чтобы оценить всю их прелесть. Сет нарисовал стрит-арт, из-за которого хочется играть в классики. Но не забудьте, что разметка упирается в стену, так что будьте осторожны. А то тоже застрянете в стене, как эта девочка. На этом большом рисунке люди выглядывают из окон в движущейся стене, которую вот-вот перевернет парочка, которая висит сверху. Внизу же спокойно стоит небольшая компания, тоже нарисованная. Эта работа художника Пита особенно впечатляет, когда небо того же цвета, что и синяя краска. Тогда кажется, что здание превращается в какую-то причудливую фигуру. В Квебеке есть такое невероятное настенное граффити, которое показывает жизнь обитателей дома. Судя по всему, они все из разных эпох. И каждую комнату очень интересно рассматривать из-за множества любопытных деталей. Этот психоделический и разноцветный стрит-арт превратил тротуар в огромную дыру с тонкими слоями над ней. Думаю, прохожие сначала боялись ходить по такой дороге. Но если посмотреть на рисунок с другого ракурса, то можно быстро понять, что это просто очень хорошее граффити. На этом настенном граффити три нарисованных ребенка стоят перед гигантской волной. Его автор Джон Пью. И на самом деле это абсолютно плоская стена в Гонолулу. Пожарные решили, что это настоящие дети. Они выпрыгнули из машины посреди дороги, чтобы спасти детей. И только потом поняли, что это рисунок. Такой калейдоскопический стрит-арт создал художник Дуглас Хокзима, который также известен как Хокса. Он превратил простую стену в портал, который засосет любого, кто подойдет слишком близко. Эдгар Мюллер – еще один талантливый уличный художник. С помощью мелков он создает потрясающие иллюзии на тротуарах и дорогах. Вот некоторые из них. Это рисунок огромной пещеры со сталактитами, которые спускаются к воде. Кажется, что можно случайно упасть в эту дыру. С правильного ракурса этот рисунок – двойственность. Как будто раскрывает дорогу. И из нее течет большой водопад. Смотреть за работой Мюллера тоже интересно. Можно увидеть, как именно он создает все эти поразительные оптические иллюзии. И это впечатляет. Не упадите! Ладно, это всего лишь еще одна иллюзия от Мюллера. Он снова разрушил улицу и показал гигантские утесы, которые скрываются глубоко в воде. Другой художник Николай Арнт демонстрирует свой талант на фестивалях по всему миру. Он тоже превращает улицы в потрясающие и волшебные 3D-картины. Эта работа Арнта очень реалистичная. Монах выходит из освещенного факелами туннеля. И кажется, что он вот-вот взберется вверх по ступеням. И обратите внимание на чумного доктора в здании по соседству. Еще одно его творение – это альпинист, который схватился за скалу. Небо находится под ним. И от этого рисунка может даже закружиться голова. Здесь Арнт изменяет перспективу для зрителя, который смотрит на самолет, прорывающийся через асфальт. Это художники Джой Макс. И они создали очень необычную рекламу. Сёрфер вылетает в пропасть с водопадом из освежающего и шипучего спрайта. Кажется, это худший кошмар для стоматологов. Для чемпионата мира 2010 года Манфред Стейдер создал 3D-стадион прямо на улице. Футбольный мяч вылетел на крышу стадиона и несется прямо на зрителя. Этим игрокам нужно тренироваться побольше. Это тоже работа Стейдера. И выглядит она болезненно. Бедный мужчина лежит на острых гвоздях. Зрители могут лечь рядом с ним. И получится забавная фотография. Вот еще одна пугающая оптическая иллюзия, для которой нужен настоящий человек. Кажется, что девушка стоит на самом краю высокого здания. Выглядит так реалистично, что прохожие, наверное, думали, что она и правда упадет. Художник Курт Веннер совмещает свое знание классического искусства и оптических иллюзий и создает удивительные рисунки. Его часто называют лидером 3D-стрит-арта. Его работы очень масштабные и в буквальном смысле глубокие. Даже забывая, что они нарисованы на плоской поверхности. Вот еще несколько поразительных работ Веннера. Этот рисунок, гигант, был создан для фестиваля искусств в Аризоне. Он изображает мужчину в классическом стиле, который лежит на дороге среди огромных камней. Эти камни еще больше усиливают иллюзию. В городе Монтово в Италии есть рисунок «Dies Iro», что значит «День гнева» на латыни. Веннер называет его первым серьезным примером уличного 3D-искусства. Как он сам сказал, «Мне нравится эта работа, потому что это мое первое заявление». Также Веннер создал «Фаэтон» – картину по древним мифам с мужчиной и лошадьми, которые падают в огненную яму. С помощью волшебного ковра Веннер позволил прохожим пролететь над площадью в старинном городе. Эта инсталляция Зандена Олсена обманывает зрение и создает иллюзию того, что холм протекает через деревья. Но на самом деле художник просто обмотал стволы в правильном месте. И напоследок работы русского художника Никиты Номерза. Он находит заброшенные здания и возвращает их к жизни с помощью стрит-арта. Никита рисует на них глаза и лица, и благодаря ему они начинают смеяться и улыбаться. Это зубастик – граффити в Екатеринбурге. Номерз использовал выпавшие кирпичи, чтобы создать такое лицо. А в Перми он нарисовал три очень выразительных лица на гигантских заброшенных трубах. Эта работа Номерза называется «Большой брат», и она задействовала архитектуру здания, а точнее – пустые окна, которые стали немного жутковатыми глазами. Какой рисунок понравился вам больше всего? Удивили ли они вас? Расскажите в комментариях под видео. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok